Итак, если вы посмотрели предыдущее видео, то это видео вам будет понятнее. Мы настоящее время с окончанием муш разбираем еще и в вопросительной форме. Как это звучит? Ну, вспоминаем наши слова из предыдущего видео, предложения. Бурда чоксы кулыор муш. Говорят, ему здесь скучно. Бурда чоксы кулыор муй муш. Это вопрос. Ну что? Что там говорят? Ему здесь скучно? Обратите внимание, муй муш. Здесь мы поставили вот это вот еще е, чтобы не получалось му муш. Так по-турецки не звучит, поэтому муй муш. Бурда чоксы кулыор муй муш. Ну и что там? Говорят, скучно ему здесь, не скучно. Можем переадресовать вопрос самим себе. Бурда чоксы кулыор муй муш. Ну и что там говорят? Скучно мне здесь, не скучно. Какие там слухи ходят? Се не давят я тьме кистень йор муш. Говорят, он не хочет тебя приглашать. А вопрос? Се не давят я тьме кистень йор муй муш. Пожалуйста, может быть такое. Или в первом лице? Се не давят я тьме кистень йор муй муш. Ну и что там говорят? Какие слухи? Говорят, что я не хочу тебя приглашать, правильно? А это неправда, мол, допустим, вы с этим не согласны. Я не бир гем лек ал мак истер муш. Говорят, он хочет купить новую рубашку. Вопрос. Истер муй муш. И адресуем это на ты. Я не бир гем лек ал мак истер муй муш сон. Ну и что? Ты же вроде как хочешь купить новую рубашку. Я так слышал. Он, говорят, садится на качеле. Вопрос. Ну и что там говорят? Садимся мы на качеле, не садимся. Говорят, он хорошо объясняет эту тему. Вопрос. И давайте на лар. На они. Помним, что лар я предлагаю оставить вместе с глаголом, а после него же поставить окончание муш. И что получится? Буква нуючок и ачиклыр лар муй муш. Ну и что? Что вы там обнаружили? Хорошо они там эту тему раскрывают, объясняют или нет? Говорят, он ненавидит каждое утро заправлять свою постель. Эр саба ятааны топла мактан нефрет едиор муй муш. Задали вопрос к этой мысли. Эр саба ятаанызы топла мактан нефрет едиор муй муш цунус. Ну и что там говорят? Любите вы, не любите, ненавидите, да? Я так слышал заправлять вашу постель. Говорят, он устает тебя слушать, ему надоедает тебя слушать. Ну и что? Встает, не устает, надоедает, не надоедает ему. И опять-таки давайте славь. Ну что там говорят? Надоедает им тебя слушать или нет? Говорят, он постоянно врет. Сюрекли я лан сёй льор муй муш. Вопрос. Сюрекли я лан сёй льор муй муш. Ну и что там говорят? И что ты обнаружил? И как по твоему мнению? Вру я постоянно или не вру? То есть вот такое, как бы скажем, целая такая совокупность оттенков, может быть, в зависимости от контекста, который мы с вами используем. Говорят, он уходит с работы. Задали его вопрос. Ну и что? Что вы там обнаружили? Уходят они с работы или не уходят? А то я слышал, что они уходят. Говорят, он делает исследование. Слушай, а говорят, да, там, делает исследование, не делает, вопрос задали. Делаешь ты исследование или не делаешь, а то разные рассказывают. Ну, приблизительно, как-то так. Говорят, он спешит. Вопрос. И вопрос на вы. Ну и что там говорят? Спешите вы, не спешите. И далее по списку. Можно, конечно, ещё вспомнить отрицание. Оно у нас в одном из примеров встретилось. Разве он не спешит? А то я там разное слышал. Слушайте, вы разве не спешили? Вы только что говорили, что вы спешите. Или там люди говорили, что вы спешите, а вы там совсем идёте, не знаю, в развалочку. По вами не скажут, что вы куда-то там спешите, отстаёте и так далее, опаздываете. Вот, как-то так. Допустим, решили вы кому-то припомнить, напомнить. Но, думаю, для одного раза этого достаточно. Как это всё запомнить? Очень просто. Побежитесь по видео. Повторите всё те же самые слова. Ну, буквально, запомните 5-10 предложений. Не составит никакого труда. Остальные предложения по шаблону пойдут как по маслу. Вам успехов. У меня на этом всё. Хайди, бай-бай.